Привет всем! Решил себе установить задний парковочный радар на Volkswagen Passat V3 вариант. Какие общие вопросы у меня будут? Во-первых, необходимо будет снять сам бампер, разделить его на части составные, а именно скорлупа бампера, пластиковый усилитель бампера, металлический усилитель и отсоединить фаркоп от металлического усилителя бампера. Затем скорлупу бампера и металлический усилитель бампера буду выкрашивать. После буду производить разметку под установку датчиков парковочного радара и устанавливать на автомобиль. Проводить необходимую проводку согласно инструкции, устанавливать бампер и, естественно, потом тестировать. Это в общем. Парковочный радар буду устанавливать от фирмы SanMax PS4.1. У этой фирмы есть датчики черного, серебристого и еще каких-то цветов, но, к сожалению, в моем случае не был серебристый цвет. Как видно в этом окошке, это будет черный, но я его выкрашу под цвет бампера в последующем. Стоимость 15 долларов. С момента покраски бампера прошло уже, первые покраски бампера прошло около 7 лет. За это время он подбирался различных деформаций. Где-то были небольшие удары, удары, где-то были небольшие притертости. Местами произошло отслоение краски, как, например, что связано с плохой подготовкой. Также вот такие вот удары на углах. Ну, то есть, обычные рабочие моменты во время эксплуатации автомобиля. В целом, можно было все так и оставить, как есть, сделать отверстие и установить бампер. Но, как говорится, мы не ищем легких путей, есть время, средства и возможности, то можно сделать немного получше. Нашлось свободное время. Пойду прокладывать проводку монитора парктроника. Итак, проложил проводку монитора парктроника. Для того, чтобы ее проложить более-менее аккуратно и чтобы не повредить изоляцию проводки, придется часть пластика поснимать. Так как здесь я снимал, например, частично только вот эту накладку в ручку рычага капота, затем накладку внутреннего порога, также задняя пассажирская дверь, ну и часть соответствующей накладки пластиковой порога. Затем основная накладка на стакан заднего левой арки внутреннего стакана. Вот это вот накладка верхняя стойки пластиковой накладка на задний ремень безопасности вот эта часть накладки. Иначе не получится нормально проложить провод. Где-то есть вероятность того, что он будет передавлен и так далее. И как обычно при таких повторных снятиях пластика где-то заламываются защелки вот такого вот плана либо ломается сам пластик как в моем ситуации. Угол этого пластика был отломан нижней вот этой вот части. Блок сенсора я разместил здесь, где находится вся проводка на заднюю резетку, на крышку багажника. Размещал ее на площадке, которую изготовил из листового алюминия, поверх которого перемотал изолентой обычной и прикрутил, потому что как мне показалось это более-менее оптимальный вариант для монтажа или последующего демонтажа этого блока сенсора. По электрике провод массы подключился здесь, подключение питания задней фары включения задней фары ну, фары заднего хода это будет под номером 2 синий-черный провод. В этом месте подключился к плюсу фонаря заднего хода. Для подключения использовал клемму-соединитель от фирмы 3M. Напомню, что провод плюс к фонарю заднего хода идет в черно-синий изоляции. Схема установки датчиков на бампере. Я использую вариант номер 3, так как у меня идет 4 датчика фарктроника. Край бампера угол верхний его и до первого датчика расстояние 10 сантиметров от первого датчика до второго датчика 41,22 сантиметра. От датчика номер 2 к датчику номер 3 расстояние получилось 54,96 сантиметра. От датчика номер 3 к датчику номер 4 расстояние получилось также 41,22 сантиметра. От датчика номер 4 и верхнему углу бампера получилось 10 сантиметров. Первое отверстие уже сделано. Теперь можно так переходить к следующему. В комплекте с парктронником шла такая фреза. Очень ровным сверлом, как видно. Поэтому предварительно я прошел с сверлом другим с набора, который шел вместе с комплектом Метаба. И таким же образом сделаю остальные три отверстия. Итак, сверлим четвертое отверстие. Очищаем набившуюся стружку, так как она мешает фрезе резать. Продолжаем дальше. Теперь можно увеличить скорость. Вот, собственно, и все. Отверстия были все успешно просверлены. Теперь провожу проводку датчиков парктронника. Предварительно места, где, предполагаю, что будет загрязняться проводка, либо дополнительное воздействие будет на них, на проводку, то прошел с изолентой. Также каждый датчик, в целях того, чтобы не запутаться, где какой датчик, я отметил соответствующим образом. Начиная отсчет слева направо. Это A, B, C и D. Проводил проводку я. Очень повезло, что есть здесь технические отверстия под защелки. И, как видно, проводка всех четырех датчиков отлично проходит через них. Теперь будет процесс по установке фаркопа. Бампер вместе с парктроником успешно подсоединен. Уже проверял на работоспособность. И теперь можно показать, как он работает. Датчик один. Датчик. Эх! Да что-то! Задний бампер вместе с датчиком парктроника и всем объясным оборудованием были успешно установлены и проверены в работе. Проверка датчика номер один. Датчик номер два. Датчик номер три. И датчик номер четыре. На этом работа по установке парктроника была успешно выполнена. Удобная вещь, если кто-то начинающий, после получения водительского удостоверения хорошо будет, хорошим помощником в парковке задним ходом. Все.